Экономисты давно говорят о необходимости снизить ставку рефинансирования. Экономика растет минимальными с 2009 года темпами. Кажется, Центробанк и сам был не против ослабления монетарной политики. Но все планы спутала январская статистика. Такие надежды на понижение были в конце прошлого года. Но сейчас вышли такие более жесткие данные по инфляции. То есть в январе инфляция выросла на 1%, превысив прогнозы. А в годовом выражении перевалило через 7% рубеж, соответственно, составив 7,1% годовых. То есть такое возросшее инфляционное давление, оно пока у нас отнимает предпосылки к понижению ставки. На фоне этого участники рынка даже забеспокоились, как бы регулятор не поднял ставки. Но усилившееся политическое давление, скорее всего, не даст ему это сделать. В конце января президент Владимир Путин заявил, что его беспокоит рост процентных ставок. По словам главы государства, это ухудшает ситуацию с кредитованием экономики и граждан. Глава Сбербанка Герман Греф на форуме в Давосе открыто призвал монетарной власти смягчить условия рефинансирования. По его словам, с такими ставками экономика не может расти. На высокие ставки жаловались также первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр экономического развития Андрей Белоусов, глава группы «Базовый элемент» Олег Дерипаско и многие другие чиновники и бизнесмены. Аналитики утверждают, скачок инфляции в начале года имеет в основном немонетарные причины. Поэтому сохранение высоких ставок для борьбы с ней неэффективно. Инфляция растет, прежде всего, за счет роста цен на продовольствие, а не за счет монетарных факторов. Бороться с немонетарной инфляцией, монетарными мерами, конечно, можно, но это не очень эффективно, поскольку это будет означать дефицит ликвидности и это будет отрицательно сказываться на темпах экономического роста. Сам Центробатк считает, что инфляция ускорилась кратковременно и уже в марте может вернуться в царевой коридор – 5-6% годовых. А поэтому и снижение ставки рефинансирования может произойти уже во втором квартале. Мы также считаем, как регулятор, что данный скачок имеет сезонный фактор, соответственно, инфляция во втором квартале снизится. И, собственно, во втором квартале мы ожидаем уже изменения процентной ставки, мы ожидаем снижения на 25 байсных пунктов. Эксперты не исключают, что в рамках борьбы с перегревом рынка потреб кредитования ЦБ может пойти на ужесточение резервных требований. Но и это, скорее всего, случится не на ближайшем заседании Совета директоров, а позднее. Евгений Новиков, Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова